В самом центре столицы, несмотря на интенсивное строительство, пока еще есть дома, имеющие интересные истории. А вот один из них, дом номер 8 на Страстном бульваре, хранит в себе любопытные факты культурной жизни советской и современной России. В 1914 году здесь был открыт кинотеатр «Фурор». Позже располагался Латышский клуб политических иммигрантов. И, наконец, в 1939 году здесь распахнула свои двери массовая библиотека номер 81, которая по сей день располагается в этом доме, только читающей Москве. Она больше известна как Чеховка. О ней и пойдет речь. Сейчас бывшая массовая библиотека номер 81 представляет собой книгохранилище с уникальным фондом, культурно-просветительский центр и альма-матер многих известных деятелей искусства. Документы о самой ранней истории библиотеки не сохранились. О том, какой была Чеховка на заре своего становления, известно из записи ее современников, первых читателей и, конечно, сотрудников. Библиотека на первых порах занимала очень небольшое помещение и тесно было и читателям, и книгам. Фонд составлял всего 25 тысяч экземпляров, а читатели обслуживали три библиотекаря. С каждым годом библиотека росла, фонды пополнялись, записывались новые читатели и приводили с собой семьи, друзей. Война обрушилась внезапно. На сотрудников была возложена важная задача – с помощью книг, газет и плакатов разъяснять читателям сложившуюся в стране обстановку, морально поддерживать бойцов, уходивших на фронт, помогать рабочим и служащим и наладить постоянную работу с детьми красноармейцев. Они вели большую работу информационную, они вывешивали сводки в окнах. В одном из окон стоял даже пулемет, они рассказывали. Часто не было ни света, ни со свечками. И они были донорами, и даже агитировали читателей, чтобы они стали донорами. Во время Великой Отечественной войны библиотека не на один день прекращала работу. Читателей обслуживали даже в сильные морозы и иногда без электрического света. Ведь рабочего дня в привычном понимании этого слова тогда не существовало. Воздушные тревоги загоняли людей на станции метро. Вот тут и развернула свою работу библиотека. Не имея своего читального зала, коллектив Чеховки оборудовал его на станции метро «Площадь революции». Работа библиотеки во время Великой Отечественной войны до сих пор вызывает живой интерес у историков и простых читателей. Важнейший этап в жизни библиотеки начался 15 июля 1954 года. Хлопоты, волнения, коллективные письма и ходатайства читателей ко всеобщей радости завершились постановлением о присвоении библиотеки номер 81 Свердловского района имени писателя Антона Павловича Чехова. Так называемая хрущевская оттепель принесла с собой время романтиков 50-х-60-х. Именно в эти годы Чеховка начала развиваться как культурный центр. Здесь устраивались выставки и музыкальные праздники, творческие вечера, литературные дискуссии. Здесь замечательно стала звучать самодеятельная песня, проводятся встречи с писателями. В то время был Ирин Бург, и Смеляков, и Константин Симонов, и Арсений Тарковский. Здесь впервые выступил Булата Куджава. Хотя бы за это библиотеку уже можно отметить как культовое место для всех поклонников творчества Булата Шаловича. Когда фото молодого человека с пышной шевелюрой появилось на афише в окне Чеховки, сюда стали заходить прохожие с вопросами, что за японец будет выступать в библиотеке. Почему японец? А любопытствующие отвечали, что фамилии Акуджава и Курасава очень уж похожи. 70-е, 80-е и 90-е пролетели. А что же представляет собой библиотека Чехова в начале 21 века? Мы остаемся публичной московской библиотекой, с универсальным фондом, с читателями нашими, с читальными залами у нас их два, с абонементом. То есть где-то традиционные моменты для библиотеки, они сохраняются. Но мы выходим, конечно, за рамки обычной публичной библиотеки. Еще бы, ведь в современной Чеховке, помимо основного книжного фонда, собрана уникальная коллекция чеховианы. Она включает в себя собрания сочинений писателя, издания о Чехове, фактографию, научные труды, исследования, воспоминания о писателе, его друзей, современников, видных деятелей культуры и искусства. 55 лет специалисты библиотеки работали над созданием информационной базы данных по вопросам жизни и творчества великого писателя. Например, здесь есть аннотированная картотека краткого содержания всех произведений Чехова. Она включает в себя более 600 рассказов, повестей и выдавилей, написанных Антоном Павловичем. В картотеке чеховских героев около 4000 персонажей. Мы занимаемся сбором и подбором, и по всему, так сказать, где только возможно, литературы о Чехове, издания чеховские, то есть со всех городов из России и шлют нам, и мы сами где только можем приобретаем, и чеховеды нам помогают в этом. То есть у нас как бы чеховский фонд, который, это, так сказать, наша вот такая особенность, и мы этим занимаемся усиленно и специализировано. Читателям я пожелаю не стесняться и не сидеть как бы у телевизора, а понимать, что вот эти фонды, которые богатейшие, издания, и они все ждут, и они как бы надеются, что все-таки это все будет, так сказать, прочитано. Сюда приходит огромное количество интересных людей, и с ними всегда есть о чем поговорить, посоветовать, какие книги читать. А народ тут самый такой разнообразный, в основном творческий. Артисты, кино, театры, поэты, писатели. Особенность Чеховки в том, что это не просто библиотека, это культурный такой оазис в Москве, и сюда люди стремятся и не только из центра, но и из других районов тоже. Что же может предложить библиотека своему гостю и пользователю в часы их досуга? У нас существует такой литературный клуб классики 21 века, где отражен буквально весь современный литературный процесс. То есть все известные поэты-писатели, которые сейчас у нас издаются небольшими тиражами, пусть это малые тиражи, и в толстых журналах, и большими тиражами, как правило, они у нас проводят свои авторские вечера и презентации книг. По субботам всех желающих приглашают в себя гостиное выходного дня под названием «Наследие». Литературно-музыкальные вечера, концерты, моноспектакли, театральные встречи, которые здесь проходят, среди москвичей пользуются большой популярностью. Для чего любят объединяться люди? Для общения, конечно, и Чеховка предоставляет своим читателям необходимое для этого пространство. Гости библиотеки называют такие встречи праздниками души. За праведность и преданность двору, пожалован я кровью голубою, когда он не стал, я умал, пока он есть, я власть над судьбою. Для него все эти годы библиотека распахивает свои двери, собирает книги, комплектует фонды. Для него организует увлекательные творческие вечера. Так какой же он читатель Чеховки? Ну, во-первых, это интеллигентный человек. Они всю жизнь читали, всю жизнь ходили в консерваторию, в театр и так далее. Но, к сожалению, сейчас это стало для них дорогим удовольствием. То есть у них появилась возможность вот бесплатно соприкоснуться с тем, к чему они привыкли. Я прихожу сразу сюда. В основном читали на зале искусства. Потому что мне приходится очень много, и участвовать в этой культуре, очень много приходится брать книжку по искусству, изучать искусство. Здесь очень хорошо, уютно, замечательное обслуживание. То есть всегда все найдут, очень так хорошо относятся. Я давно занимаюсь Чеховым, люблю им. Уже занимаюсь не один десяток лет. Мне нравится дух этой библиотеки, она в целом атмосфере очень приятная. А потом и очень удобное месторасположение, центр. В этом году библиотека торжественно отметила свое 70-летие, а также 150 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Пусть много лет еще промчится, пусть будут разные года, событий множество случится. Но Чехов с нами навсегда. 70 лет – целая человеческая жизнь. За эти годы сотрудники библиотеки реализовали много интересных проектов, собрали уникальный книжный фонд и своей работой доказали право библиотеки называться Чеховкой.